И всем привет! Вы на канале Ведро Йод Гейминг, меня зовут Александр, сегодня поиграем в Warhammer Combat Cards и я хотел вам показать свою колодку, стоковую, так сказать, с помощью которой я зарабатываю черепочки и набор убийств. Финдрейт у неё примерно 100%, то есть на ней очень легко побеждать и карты у неё простые, но вначале давайте возьмём сундучок, который горит, а то он глаза мозолит, сволочь. И как раз у нас слот освободится, чтобы разочек сыграть под эту колодку. И кстати, вот выпал образец LF808VS Delta, или что это, не знаю, что это за буква. Вот этот нам перец и нужен. Я начинал раза два или даже три играть в эту игрульку и ещё плюс смотрел, как друзья у меня начинают, и всем он падает всё время самым первым, наверное, героем. То есть он такой, он нередкий, то есть он у вас должен быть 100%. Сама колода тоже довольно-таки простая, вот она выглядит вот так вот, то есть если увидите, то уж карты нередкие. То есть серая-синяя редкость, плюс они, по-моему, всегда есть, вот кроме вот этих вот пацанов, они у меня из ивента выпали. Но их можно заменить, потому что играют только вот этот вот перец играет, потом играет вот этот вот перец и вот этот вот на подхвате. Остальные, как мясо, просто урон получают, и всё. Тактика очень простая, то есть давайте начнём, наверное, сразу же по ходу дела будем смотреть. Итак, смотрите, кто нам вышел. Это некрончик какой-то, давненько против него не играл, но я думаю, мы его затащим. Так, у него дальний бой, ближний бой и смешанный бой. Что будем делать? Наверное, вызывать злых колдунов, да? Ну, он будет бить дальним боем, надо выбрать самого-самого... Знаете, что печально? О, вот, тиран выпал, замечательно. Этот тиран будет резать дальний бой, у нас есть ближний бой, вот если мы сейчас выберем инициативу-то, я не посмотрел у кого, у него. Нет, он будет фигачить ближним боем, сволочь. Не по плану всё пошло, я не рассчитал, да, мы сейчас проиграем. Не, не проиграем, этой колодой очень сложно проиграть. Тактика какая? Мы бьём только психическими атаками, наращивая свой дальний и ближний бой. Ближний бой используем на своих второстепенных картах, которые в роли мяса используются, а дальний бой приберегаем на главного героя. Вот и всё, да. Ещё сегодня компашку попробуем попинать, но там у меня вообще всё печально, я за космодесант я не умею играть. Так, мы порезали дальний бой, но он, блин, не пользуется им, собака такая. Надо выносить его у этих основных героев, которые используют ближний бой, чтобы он дальним начал пользоваться, потому что тиранчик наш сейчас рассыпется скоро. Это плохо. Ну да ладно, давайте продолжаем. Я думаю, у нас сейчас потихонечку ближний бой подкопится, и мы просто его вынесем своим мозговитым мозгом. Злой мозг такой у нас есть. У него мало хипов, но очень сильная ближняя атака. Так он опять дальний бой вызвал. Но он ещё слабже, да, чем тот был. Поэтому ему выгоднее ближним боем. Фига, как-то так, да. А был бы у меня сейчас маг, который у меня там где-то в кармане лежит с ближним боем. Он, скорее всего, дальний бой бы юзал. Сколько слова бой. Раз я произнёс. Так, что можно сделать? Можно попробовать пойти ва-банк. Вызвать вот так вот. Вот он, башковитый мозг. Я обычно так не делаю. Сейчас, наверное, сделаем. Но мы его не убиваем. Ну ладно, он всё равно сдохнет. Давайте так сделаем, чтобы у нас просто психическая атака к этому вылезла. К появлению мага у нас. Что этот выжил замечательно. Проживёт ещё одну атаку. Сэкономит, так сказать. Всё, маг вылез. Мы его сюда заюзаем. Этот, скорее всего, сейчас сдохнет на следующий ход. И какая бы страшная картина ни была. Главное, что у нас полосочка дальнего боя копится. И мы, в конце концов, выиграем. Да. Надеюсь. Надеюсь. Так, замечательно. Мы его не убьём, но покалечим. И он, кстати, не хочет умирать от нашей пассивки, сволочь такой. Видите, мы вызываем какой-нибудь мусор. Вообще без разницы какой. Главное, чтобы он просто впитывал урон. И всё. Чем дольше идёт карточка, тем нам, естественно, приятнее. Потому что пассивочка работает всегда. Сейчас, тик, сдох правый. Замечательно. Всё, вылез главный герой. Короче, сейчас мы его быстренько запинаем и закончим смотреть эту колодку. Короче, всем рекомендую. Можете там на паузочку поставить, изучить. Главное, это вот этот вот чувак. Как я сказал. Вот этот вот парень. И на подхвате ещё какой-нибудь мистик. Вот он нифига всех расстрелял. Жесть, да? Просто всех поуничтожал. Вот это поворотик. Что делать-то? Знаете, что? Смотрите, какого больше атака. 34 у этого. 21 у этого. Естественно, ставим блок в 34. Так как у нас преобладает сейчас ближний бой, он, скорее всего, будет бить дальним боем. Ну, то, что у нас две карты ближнего боя, как-то так. И бьём, знаете, чем? Нет, не дальним боем. Бьём мистической атакой. Потому что дальний бой у нас ещё не готов, чтобы его сваншотить. Да, мы слишком быстро умерли. Почему-то я думал, что мы их ещё попинаем чуть-чуть. Ну, неважно. Бьём этой штукой. В обраточку нам ничего не прилетит, и мы весёлые стоим дальше и улыбаемся. Пока по нам лупят из дальнего боя. Сейчас баем за ближний бой. Нет, дальний бой, всё замечательно. И смотрите, в чём прелесть. У нас дальний бой тоже имбовый. 54. Ну, хотя уже не такой имбовый, как казалось бы, да? Но, тем не менее, мы его не использовали. У нас он ещё чуть-чуть улучшился. И теперь мы его, скорее всего, сваншотим. Да, 108-104. Всё, изи. Каточка затащена. Итак, примерно все катки. Проблемы есть с персонажами, у которых ближний бой есть. Основная атака. Да, мы там рассыпаемся. Но всё равно их выиграть тоже просто. На соплях выкидываешь, он тебя бьёт ближним боем. Ты ему в обраточку дальним боем потом расстреливаешь. Он дох, сдыхает, да? Как-то так. Короче, колодка интересненькая. У кого проблемки с набиванием вот этих черепков, можете использовать. Кстати, я забыл череп нажать, блин. Так бы уже, наверное, прошло немножко временем. Окей, давайте теперь смотреть колоду. Точнее, компанию. У меня энергия тоже уже накопленная вся. Великие и могучие космодесантники. Вообще, сейчас идёт бонус. Если юзать терминаторов, то есть фракции, так сказать, громоздки, да, то мы будем получать бонус. Но я всех громоздких вызвал, и что-то мне нифига не получается. У меня на этой колоде нифига не получается, а там тем более. Вот этот парень мне тоже не нравится. То, что у него хоть хипов много, но урона мало. Какой-то он дрич. Вот. И не поверите, тактика примерно такая же. То есть мы игнорируем дальний бой, потому что у нас его нет. У нас, если посмотреть, редактировать колоду, вот статистика, смотрите, какая. Очень сильный ближний бой, и чуть-чуть есть мистиков. А дальнего боя почти что нет. Вот. Юзаем мистическую атаку, копим ближний бой, потом наших мистиков всех выносят, и мы ближним боем завершаем каточку. Как-то так. Это в теории. На практике сейчас вы увидите. Вот выпадет вот этот вот урод, которого я никогда не могу победить. И мы сейчас будем проигрывать, да. Ну и ладно. Пишем все дублем одним, без всяких там подстановок. Да, у него еще и мистик в колоде. Это значит, что мистиком бить не вариант, наверное, все-таки. Потому что он в обратку будет сколько посылать? 25. Ну, не так много, как казалось бы. Давайте, наверное, так и сделаем. Мистиков против мистиков. Быстренько их уничтожим, больше их не будет. Так, у нас что имеется? 32, ближний бой, но он, скорее всего, будет ближним боем фигачить. Вот это самое страшное, 20 урона будет к нам прилетать. Ну и ладно. Возьмем чувака с щитом, который режет, что? Правильно, ближний бой. И будем своим мистическим... А, он дальнюю атаку бьет, смотрите. Потому что у меня ее нет. Ну, нам на руку это, потому что у них дальней атаки нету совсем. Мы сейчас будем мистической атакой себе больше сносить, чем они дальняя атака бьет. Замечательно. Меня все устраивает. Жалко, пассивок нет. И плюс я еще максимум не могу использовать свою вот эту вот пассивочку, потому что все колоды орков, они такие, знаете, контра большой слабой колоде. Потому что у одного чувака, если чувак, ну, любой перец убивает противника, он стреляет еще раз. То есть, ты убиваешь слабую карту и можешь стрелить еще раз в слабую карту. У второго мужика, если ты убиваешь карту, у соседней карты наносится урон. То есть, как бы, противодействие слабым картам. И этот чувак, если убивает противника, апает себе урон. Короче, надо брать мало, но сильных. У космодесов все пассивки упираются на то, что либо ты кого-то вытаскиваешь, получаешь бонус, либо ты кого-то вытаскиваешь, наносишь урон и так далее, да. То есть, на такие несбалансированные карты, а на более слабые и многочисленные колоды. Как-то так, да. Ладно, заговорились, поехали убивать его. Попробуем. Если я его сейчас выиграю, я прям орать буду, потому что я, по-моему, еще ни разу не выиграл этого урода. Смотрите, какой урод, капец, блин. Газгулд, ха, рака. Ну, какой-нибудь Сармагеддон, наверное, парень, да? Пророк Вакхам. Мой ход. Я даже не заметил, сколько он мне нанес, потому что он нифига не наносит своей дальней атакой. Надо как-то будет спекнуть. А если он сейчас еще какую-нибудь машинку вызовет или еще что-нибудь с дальней атакой, то он продолжит дальней атакой бить. Это нам на руку. Да, только не такую я машину хотел. Самая топовая машина с 49 уронами. Все, мой мистик погорел. Ее надо как-то убивать. Убивать мы ее будем, естественно, ближним боем, пока у нас выбора нет. Так что бьем пока что так. Все равно в обраточку ничего не прилетает. Слава яйцам, убили еще одного. 23. Двоечкой он сильно наносит урона, да. Ничего не скажешь, не поспоришь. Так, теперь что у нас есть? У нас есть... У него какой урон, 11. Не хотелось бы, не хотелось бы упарываться. Может щитоносца вызвать и еще немного пострадать с этих атак. Так, давайте так и сделаем. Он нам будет тапать ближний бой теперь и блочить какую-то часть урона. Замечательно. Плюс у него еще дальняя атака есть, но она слабенькая, да. Блин, ну, игра прикольная, мне нравится. Можно посидеть, подумать. О, ближний бой использует. Смотрите, жесть какая. Порезанный ближний бой. А, он щит сбить. Смотрите, засранец умный, блин. Он щит сбил. Теперь не хочет это. Теперь будет дальним боем бить. Урод. В жопе ноги, да. Урод в жопе ноги. Так, что можно сделать? Можно сделать вот так вот, но недостаточно сильны мы еще пока что. Подождем. Еще немножко силушки богатырской наберемся и потом его завалим. В теории. Дальний бой опять, видите? Щит сбил. И все. Это мне уже не нравится. Картина. Погодите, он сейчас еще вылезет. У него с руки сотка будет. Это жесть. Он за каждого убитого 10 процентов, ну, точнее, 10 атаки получает. Жесть полная, да. Так, теперь мы вроде как даже одного убьем. Ну, блин, мы его и так убьем своими пассивочками. Так, этот еще пока будет жить. А вот этот вот на второй ход уже сдохнет. Сильный, кстати, перец. Один из самых сильных. 28 стоит у меня. Дорогущий парень. Вот. На следующий бой он сдохнет. На следующую атаку. Терять ли его? Потому что урон у него 29. Самый сильный, наверное, из моей колоды. Да, у космодесантников, как ни странно, урончики такие какие-то сбалансированные. Они вроде и такой, и такой есть, но все равно. Так, мы его не убиваем еще пока что. Но мы его и не убьем. А смысл, блин? Нам в обратку 32 прилетит. У нас еще этот отвалится. Нет, пока бьем так. 15-0. Замечательно. Еще одного убили. По счету пока ведем. Но, блин, у него за 10 человек считается этот главный герой. Он очень жесткий. Дальний бой. Семерочка, 49, минус. Вот, хоп, десяточку сейчас получит. Вот. А теперь момент истины. Нет, нифига не момент истины. Пока что еще нет. 25. Мне жалко 25. У этого есть, Дальний бой? Тоже нету. Может его слить? Может его сольем? Вот так вот, а? Как думаете? Тыцк. Пока так. И теперь вот так вот делаем. Смотрите. Хороший мув, в принципе. Почему бы нет? Смотрите. Мы ему наносим дополнительный урон. Перед смертью он нас расстреливает. И профита его выстрела только 12 очков из 49. А этот, смотрите, весь бой держится и до сих пор еще не сдох. Молодец. Но и сдачи тоже никакой не дал. Урона у нас 19. Маловато. Маловато. И так он, в принципе, может еще один ход простоять. А стоит ли стоять, да? У него уже 67 урон. Жесть. Так, давайте. Момент истины. 95, 107, 73. Блин, надо было, надо было, надо было, надо было. Нет, нормально. Мы сильного противника сейчас уничтожим. Я думаю, пора. Раз. 20, жалко, пассивок никаких нет, как у орков. Так бы это, вышли вперед. Вышли бы так. Все, он сейчас будет меня прессовать ближним боем. Который, блин, мы уже потратили. А дальний бой у него какой? 14 против 77. У него еще этот перец есть. Ну, это, конечно, ни пруха, ни везуха вообще. Я говорю, сложный персонаж, пипец. Как его выигрывать, именно моей колодой, я не знаю. Что, фигачим нет? 28. В братку мало прилетит. Раз. Два. Трис. В братку слабенько прилетело. И он сейчас, скорее всего, ближним боем будет фигачить. Сволочь такой, а. Что у него, его тонна, блин. И он сейчас еще двадцатку мне так снимет, да? 19. Ближний бой, да. Сейчас потеряем пол лица. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Потеряли пол лица. Вот как его бить, блин, я не знаю. Дальним боем. Но он сейчас меня заувнит. 77. Чуть-чуть не хватило, смотрите. 77. И у меня 77. Мы крутые, но убить его не можем, да? Тут всего лишь так. Ну ладно, проигрываем. Что делать? Можно вот так вот сделать, но это уже ничего нам не даст. Ничего не даст. Ближний бой. И до свидания, мужик. Да. Все было очевидно. Все печально. Ладно, давайте следующий бой. Срали немножко энергии. Компашка вроде только началась. Уже такие проблемы, да. Предыдущая была простая. Я ее даже записывать не хотел. Там заорков было у меня. Три пацана в отряде было, мы просто всех расстреливали. Три тачки и главный герой. Вот с этим уже можно попадаться. Он не такой имбовый. Но зато у него карты сильные, потому что он стоит мало, да. Слабость уязвим после появления. Так ты скройсь сразу, не появляйся. 63. 25-ка нормальная. 25, не 35, да, как говорится. Так, дальний бой, скорее всего, будет. Так что ставим этого сюда. У него дальний бой слабенький. Этого, этого вот сюда вот, наверное. Хотя этот мне всю кровь свернет сейчас своей дальней атакой в 40. Можно вот так вот сделать. Но мы его быстро потеряем. Щитоносца бы какого-нибудь. Ну давай этого мяса закинем. Так, по приколу. Парочку этих тычек. Чтобы выдержал. Раз. Давай, дальний бой, конечно же. Ну как-то, знаете, ну, блин, реально, чувствуется разница между этими тиранидами, блин. И космодесантниками. Возможно, кто-то знает, какую колоду сейчас юзать космодесантнику. Я буду благодарен. Потому что картов у меня уже много этих космического десанта. Могу что-нибудь состряпать. Это не так, как я некронами играл, когда у меня один перец был. Самый главный, и всё, больше никого не было. Тут уже выбор есть. 29, ну давайте. Хотя можно было ближним боем ударить. Сейчас мы, наверное, так и сделаем. Чтобы на следующую атаку это... А, нет, мы его так убьём. А, он дальним боем бьёт. А, 28 у него всего лишь. Он не вкачанный. Я-то думал, сорокетик будет. Что, ближним боем ударим? Или давайте дальним. 44 против 82. Нет, пока ещё придержим ближний бой. О, крутой парень. Дальний бой. Почему? То, что у меня ближний бой сильный. Ну и ладно, бей, бей. Мне не жалко, бей. Пока его покусаем психической атакой, да. Нет, псайкеры прикольно, потому что они не у всех есть. Это клёво. А хотя есть колоды с каким-нибудь Ариманом, у которого только псайкерские атаки. Или я видел колоду, короче, у меня такого нету ещё. Рунный жрец, короче. Он дофига стоит у него, дофига урона. И он благодаря своему этому командиру наращивает свой ещё урон. Короче, пипец, тоже сильная сборка. Но я давно не видел её. Так, а что делаем? Что делаем? Что делаем? Вот так вот, наверное, делаем. Немножко ещё постакаем ближний бой. И его сваншотим. Пока вот так вот. Да, нормально. Убиваем одного. Поменялись, получается, одними картами. Да, я правильно понял? Этого убили? А, нет. У этого уже две карты не хватает. О, вот это сильная карта. Да, что у него? 29-10. Это будет больно. Её надо, конечно, сливать. Ну, как её сливать-то, блин? В ближку? Это вообще не смешно. Надо копить ближний бой. У меня обычно только к этому, блин. К кругу... Ну, я кругами это называю. Не знаю, как это правильно называется. К левелу, наверное, ивента. К пятому, шестому только трудности возникали. А тут, блин, у меня третий сейчас левел или какой идёт. И всё. И уже, блин, долбят со всех сторон. Так, этого мы убиваем. Этому проигрываем нормально. 76. Пока терпим. Терпим. Ммм, он вот так вот сделал. Ну, ладно. Будь по-твоему, чувак. Он что, дальним боем не бьёт? Лол. Сейчас мы его покусаем немножко. Так, кто у нас есть? У нас есть перец вот этот вот. 82-97. Наверное, 97 сделаем. Его пока что будем коцать. Хотя надо было по-другому сделать. Мы бы его сейчас с ваншотелем. Ага. Давайте так и сделаем. Блин, ко мне едут. Я прям слышу. Надо завершать. Я на паузу поставлю, потом продолжим, наверное, да. Окей. Босс. Молокосос. Сейчас он ближний бой меня может вынести, потому что он сильный. А, нет. Хотя фиг он меня вынесет вообще. Он, наверное, сдохнет сейчас от отдачи. На. 7. Блин, думал 11 будет. Ну всё, мы победили, короче. Ладно, давайте, ребятки. Следующий бой. Будет попозже, да. Итак, мы продолжаем страдать в Комбат Кардс. Мне выпал какой-то наборчик с жёлтым человечком. Клёво, да? Примарис. Но у меня уже таких дофига, потому что они первые левелы только и падают. Замечательно. Давайте ещё один бой, наверное, сыграем. Будем заканчивать, чтобы был видосик не сильно большой. Поехали. Надеюсь, выпадет не этот перец. Робот этот дебильный, блин. Который первый раз нам выпал. И всё будет хорошо. Горк. Ну давайте, блин, челлендж убить робота. Ни разу его не убивал. Погнали. 31 инициатива. Ходим первые. Плашпед. Плашпед. И дальний бой. Серьёзный дальний бой. У этого тоже дальний бой, по-моему, нет ближней. Замечательно. Раз. Я, блин, даже не знаю, кого вызвать. От этого слить. Чтобы подольше продержался. А-а-а. Вот это да. Вот это непорядок. Смотрите, чё. У меня не выпал мистик. И шо мне теперь делать? 22. 19. 13. А-ха-ха-ха-ха. Ну ладно, чё. Пофиг, пляшем, как говорится. 25. Давай с тобой побьёмся. Ближним боем будем бить. Почему бы и нет. Покажем, кто тут крутой, да? Так, блин, ну мне жалко ближним боем бить. Ну ладно, мы сэкономим 22 вместо 33. Замечательно. Грубая такая сила сейчас будет. Лопнул щит. 33 урона, залетело. Да, минус, конечно, что нету дальнего боя у меня. Ну, блин. Расчёт-то был на то, что мы упор делаем на... Другие аспекты. Фигачим. Зато у нас мистическая атака сейчас накопится. И мы кого-нибудь покоцаем. Не так сильно, конечно, но покоцаем. Да, если играете и шарите, то можете подсказать, как мне проходить эту кампанию. Потому что, как видите, у меня плохо всё выходит. Особенно про это... С этим жёстким типом, блин. Так, этого мы сейчас не потеряем. Мы ещё ходочек один потерпим. Замечательно. А этих сольём двоих. Клёво. Слили карту за 7 и за 14. Картами за 20, за 16 и за 28, блин. Которая сейчас уже исчезнет. А-а-а. Он продолжает гнобить нас дальним боем. Давай, мистик, попадись. Библиарий. Библиотекарь, блин. Давай. Замечательно. Тоже не очень хороший вариант. Может, его сюда поставить? Так сказать бы, убьём его сразу. Давайте порискнём. Чё бы нет-то. Да, убили сразу. Прямо вот в мгновение ока убили. Ну, ничего. Мы ещё сопротивляемся. Три удара примерно держим. Нет, у него 35, а не 33. Два удара будем держать. И мы его не сольём. Какая прелесть. 34. Не хватат. План рушится, прям как карточный домик наш. Нафига я его сюда поставил? Ну, чтобы сэкономить, наверное, карты. Он жирненький всё-таки. Был, да. Был жирненький. Так, сколько у нас урона получается? 44. 44, 45, 27. Терпыры. Нет, не канает. Давайте ещё разок. Ну, сейчас мы его убьём. 24, да. Любой карты убьём. И уже жалко его как-то любой карты-то убивать, блин. Ближний бой на него такой тратить жёсткий. А, у нас есть парень со щитом. Он не даст ему заскучать. Сейчас просто убьём этого парня. Что, появился новый? Поняли, да, зачем? Сейчас новый появится, и мы всю свою мощь, силушку богатырскую возьмём, и ему ничего не сделаем, потому что у него тоже 158 здоровья. Вот это был поворотик-то, а. Чё ж меня так блузкают сильно? Прям трындец-капец. Так, мне нужно... У меня всё. Я всё, я закончил, короче. Да, пацаны. Домой пошёл я. Не убьём никого. Какая прелесть. Мы не можем убить раздутой своей атакой обычную карту, причём она недорогая. А, ну, она дорогая, 29 стоит. О, сейчас вылезет этот урод в жопиноги. С 7-10, с 7 уронами. И нам будет больно. Ну, как его бить? Вот космодесантниками, как его бить? Я не знаю. Слив да слив, вообще. Вот сейчас давайте для интереса новую катку начнём, попробуем его слить. И мы его убьём. Мы два удара от него не держим. Ну, чё это такое? 63. Не Алёнь, не туда, не сюда. А вот если мы ему сейчас ближний бой сократим, то мы выживем. О, парень щитом, ты крутой парень. Смотрите, какой он крутой. Он выиграл нам катку. Знаете почему? Потому что, смотрите, он сейчас ударит ближним боем. Да? Нет. А, ха-ха, да. Бонус-то идёт на следующий ход. Он уже начал бить. И теперь мы его, может быть, убьём. Даже не может быть. А убьём. Это первая, блин, победка. Хо. Как я рад, а. Смотри, тютя в тютю. На соплях. Я не считаю это победой, потому что это реально на соплях. Но, блин, клёво. В первый раз. Да, даже следующий бой можно не записывать. Меня, блин. А, кайфанул. Замечательно. Убили его, ура. Дайте мне побольше денег. Точнее, чего там. Половину шкалы сразу же заполнили. Кто нам? Какой-то, смотрите, афроамериканец нам упадёт. Итак, ребят. Чё хотел я? Показал вам свою колодку, которой я зарабатываю черепочки. И компашку. Как я играю, как я страдаю. Да, и даже гаскула убили. Круто, блин. Мне понравилось. Если вам понравилось, можете там лайкусик поставить. А так, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Играйте в крутые игры. И предлагайте свои колоды для компании, чтобы я так не страдал. Да. Пока-пока.